Модники и модницы Молодые самые кафе-стартап превратили в подиум Украшение участников не только народные костюмы, но и улыбка А ведь как иначе, ведь представители коренного народа севера носят костюмы с гордостью Но об этом они расскажут сами, чуть позже А пока наслаждаемся показом и, конечно, народными песнями Музыка Гости из-за озера Марина Гринчук покорила своим пением не только саамов Ну и тех, кто на празднике оказался случайно, зашел выпить кофе Сама исполнительница говорит, секрет прост Песня должна литься от души и сердца Саамские песни ваши самые любимые? Ближе всего? Ну да, я очень люблю, потому что я исполняю про свой народ Про то, где мы живем Про наши красивые места, бесконечные озера, болота Про наши ягоды, про тех людей, которые живут Про наше общение, про быт, в котором мы живем Это же так интересно После торжественной части мастер-классы Виновники торжества, саамы, всех желающих Обещали обучить своему ремеслу Девушки, здравствуйте Здравствуйте А может, сначала несколько слов о вашем костюме И вот я помню, что у вас был головной убор Который означал, что вы не замочная девушка Как называется? Первиськ А что вы сейчас приедете? Ну, сейчас на мне одет костюм норвежских саамов Это мне еще подарили это платье, когда я была маленькая Известная женщина Амары Цара И я когда была маленькой, я всегда мечтала, что я вырасту И буду носить обязательно это платье Помимо этого платья, у меня есть еще наших кольских саамов Сарафан я вот выходила в нем И платье ИПА А во сколько лет вы выросли, чтобы вы смогли надеть это платье? На самом деле, это было, скорее всего, в школе А куда ходили? Вот только на праздники? Или бывало, что можете пойти просто по своим делам в народном костюме? У меня бабушка с дедушкой раньше занимались танцами И то есть с малых лет у меня уже был костюм мой И я могла его надеть в любой день, когда я захочу Но дело в том, что у нас очень мало ходят в нашем традиционных одеждах сейчас И то есть это как-то не вполне естественно будет Если я не на платье, я выйду в обычный день Милана привезла с собой корни деревьев И предложила сделать из них украшения У нас будет два корня Один опорный и другой, который переметается Я держала, сделала микрофон, потому что я не ошибаюсь Я сейчас держу в руках шило, сделанное из оленьего рога или кости Самое сложное такое начало Потому что вот он начинает постоянно распускаться Дело в том, что Милана мне только что сказала, что это начало Я, конечно, думала, что мы уже куда-то пришли Но мы еще никуда не пришли И у меня все испортилось, распустилось Милана спасает ситуацию А я, наверное, не сильно усидчивая И пойду дальше брать интервью следующих участников Спасибо большое Всего доброго Девушки, успехов У меня есть разделенный корень Могу отдать кому-нибудь Плетение из корней еще и не самое сложное А вот шитье из кожи рыбы Процесс на несколько дней, это и недель Сначала рыбу надо поймать Затем снять с тушки кожу Постирать, буквально вручную отделить от кожи чешую Снимать ножом нельзя Материал испортится А потом начинаешь, конечно, уже выделывать А выделывать это, во-первых, нужно ее покрасить, чтобы она была А красить надо до шести дней Вот хотя бы вот такой, чтобы цвет был Это вот красится до шести дней Красится корой деревьев Ольхи, березы, осины там Ой, не осины, а ивы Вот какие-то цвета Хочешь, чтобы было побольше Потом потемнее, значит, можно ольхи ее открасить, чтобы она была И до шести дней Каждый день варишь раствор Каждый день эту шкуру кладет туда Хотела спросить, сколько часов, а это оказывается несколько дней Это не один день, это до недели выходит Потом... Сначала, конечно, выделываю Сушу, потом выделываю И потом начинаю уже думать Что с этого может получиться И вот шью, сижу потихонечку Результат работы впечатляющий Сумки, кошельки, всевозможные аксессуары У Лидии Большеновой все из кожи рыбы Это вам не крокодиловые сумки Вот смотрите, кошелек, кошелек сделан из кожи рыбы Несчастное такое встретишь Сумка Сумка Идите вы в кожи рыбы или нет Очень удобно, говорят Организатор сами пати Молодая девушка Арина Шаборшина Ведущий специалист по связям с общественностью Центра малочисленных народов Севера Для Арины это мероприятие Дебют Первое, как и первое, интервью телеканалу Арина, здравствуйте Здравствуйте И прежде всего разрешите поздравить вас с вашим праздником Конечно, не только вашим, но и других коренных малочисленных народов Севера Спасибо, Анастасия Мне очень приятно Также хочу воспользоваться случаем И поздравить всех народов С международным днем коренных народов мира Вы сегодня организатор мероприятия, которое объединяет молодежь Да, все правильно Тяжело было молодежь собрать Все-таки традиции самых Молодежи Они еще как-то воспитываются, передаются, сохраняются К счастью, к счастью Сейчас молодежь активизировалась И традиции стараются передать Были, конечно, сложности собрать Но, в принципе, автобус полный Едет из Лавозера То есть все ваши гости из Лавозера? Да, все наши гости из Лавозера А в Мурманске сам еще живут Кстати, вот где все-таки распределяются В городах уезжают Или остаются в селе? Может быть, кто-то и в лесу живет, как это было издавна? Да, на территории Мурманской области всего проживает около полторы тысячи саамов Большинство, конечно, проживает в поселках Лавозера, Ревда, Териберка То есть на территории Мурманской области тоже проживает Я являюсь коренным народом Мурманской области И сейчас живу в самом городе И работаю непосредственно со своим народом Мы сегодня заговорили о традициях Вы пришли тоже нескусственными руками Хотите нам показать какие-то элементы народного творчества? Да, все правильно Я все-таки из саамской семьи То есть в детстве меня, мои тети, бабушки учили шить Например, вот такие сумочки Это называется киса Это сумочка для рукоделия Также были представлены вот такие сумочки Это тоже были для рукоделия Здесь хранили в основном иголочки и нитки для шитья Также были представлены работы из кожи То есть в основном саму шьют сумочки из сукна Либо из кожи, еще из кожи рыбы Сегодня, кстати, будет на мероприятии представлены данные изделия А расскажите, пожалуйста, вот я вешу здесь узоры А здесь я вешу книгу, что вы принесли с собой книгу Сейчас покажу тоже нашим операторам Которые называются саамские узоры И вывод, который я, конечно, из этого делаю Что любые узоры, которые саамы изображают на изделиях Они носят какой-то смысл В основном, да, саамы изображают на своих изделиях Это саамские изделия Это, например, солнце Вот видите, у меня на брошке тоже в виде круга изображено На сумке тоже у меня изображено солнце То есть явление природы Просто явление природы или это символ, может быть? Чего-то Самый очень трепетно относится к солнцу Все-таки, как мы все знаем, полярная ночь Дает о себе знать Поэтому сам всегда очень радуется появлению солнышка Вот так же, вот вы сказали про книгу саамские узоры Она тут представлена на трех языках На русском, саамском и даже английском языке То есть даже иностранцы могут ознакомиться с культурой саамы Я вот знаю, что саамы Раньше, может быть, сейчас тоже кто-то ходит в головных уборах И на них можно все про женщину прочитать С какого народа, замужем или замужем Есть ли у нее детки У каждого, в принципе, наверное, у каждой семьи есть свои определенные рисунки Которые что-то обозначают А в плане головного убора, то действительно Если девушка не замужняя, то у нее перевес на голове То есть это такое, как цилиндр, что ли, круглый То есть вокруг головы надевается То есть это обозначает, что девушка не замужняя А если девушка замужняя, то на голове у нее шамшура Это, кстати, могу вам тут продемонстрировать То есть это вот прямо на рисунке, на первой странице Изображена шамшура Это головной убор, который носили замужние девушки И сверху этого головного убора надевали платки Но сегодня также мероприятие дало возможность показать этот национальный костюм А, показать, то есть научиться, естественно Они все делаются своими руками Да, конечно, все вышивается Женщины сам, они рукодельницы, поэтому все шьют сами И женскую, и мужскую одежду То есть и обувь, и даже обувь шьют сами И обувь, которая защищает в таких условиях севера? Да, то есть, например, мужчины, то есть они пасли олени в тундре Сами понимаете, очень холодно Поэтому для них шили такую обувь, которая доходила аж до пояса То есть это будет называть стопорки Шьется из оленей шкуры Женщины сами выделывают И производят это Мы начали с головных уборов Скажите, а вот выражение на лбу написано, оттуда пошло? Наверное, что-то в этом есть Возможно, да? Если что, посмотрим, почитаем Может быть, филологи уже установили истину Да, все верно Вы начали говорить о своей семье Да У вас родители, бабушки, дедушки, сам, где они живут? Как в вашей семье именно культура сам их передается, передавалась? Да, действительно, я из самской семьи То есть моя родня вся живет в Лавозере То есть бабушка с дедушкой по сей день живут традиционным образом жизни То есть они живут в тундре в лесу У них там своя небольшая избушка, рядом стоит кубокса Раньше, буквально год назад, были свои олени Но сейчас есть проблемы Это собаки в тундре, которые, к сожалению, угоняют этих оленей Родители также проживают в Селлавозере Бабушкины сестры меня в детстве обучали всевозможным рукоделию То есть оттуда все мои умения вышивать, шить То есть кулончики тоже вот учили вышивать Вот, также занимались со мной языком Но, к сожалению, в нынешнее время немножко тяжело перенести это все-таки в город Потому что молодежь в основном после школы уезжает учиться Так же вы поступили? Да, да А вы в тундре изначально жили или бабушки в гости ходили и как добирались? Мне удалось все-таки побывать в тундре, то есть в детстве, когда я была маленькая Бабушка с дедушкой забирали меня в тундру, в прямом смысле Увозили на вездеходе, то есть там я с дедушкой... То есть не на оленях, а на вездеходе, все время это техника Да, 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 то есть увозили, там тоже два домика И кругом оленей, вот с дедушкой занималась рыбалкой, ездила с ним кормить оленей, собирала ягель Ягель можно было сушить, либо хранить в сыром виде Только в сыром виде ягель хранится недолго, то есть нужно кормить оленей сразу Мы перешли уже к теме языка Сегодня язык, он находится вот в каком состоянии? Его сохраняют, придают или сегодня, к сожалению, теряются? К сожалению, сейчас язык находится на истоке исчезновения Я думаю, что проблема в том, что все-таки, может быть, нет сейчас кружков вот этих по самскому языку То есть в семьях сейчас тоже все-таки разговаривают большинство на русском языке, нежели на самском Да еще в прошлое поколение, они, бабушки, то есть они еще говорят на своем родном языке Вот, даже взять пример с меня, то есть в моей семье бабушка и дедушка говорят на родном языке То есть я как-то еще слышу эту речь То, например, мои родители уже только понимают язык Ваши не разговаривают, да? И для того, чтобы сохранить язык, вот такие книги выпускаются Видишь, вот самско-русский словарь Да, в нашем учреждении в Центре народов Севера есть программа, с помощью которой мы издаем литературу на самской тематике И вся литература представлена в научной библиотеке, то есть вы можете ознакомиться Или те, кто хочет соприкоснуться с самской культурой, могут почитать А вот эти книги, они где-то продаются? Или, может, бесплатно расстаются в самской семье? Или только в библиотеку нужно приехать? В основном в библиотеке, но также есть культурные учреждения, да? То есть куда мы тоже отдаем эти книги Есть на территории Мурманской области общины, которым мы тоже предоставляем литературу на самскую тематику Знаете, я была в самской деревне на экскурсии И там рассказывали, что были времена, когда из тундры деток, которые подрастали, их забирали в школы И там, грубо говоря, выбивали просто самский язык, что всё русский Да, проблема эта была, это мне рассказывал мой дедушка, который, когда только пошёл в школу, он не знал совсем русского языка Но когда пошёл в школу, то есть там действительно было то, что прям выбивали самский язык То есть сейчас дедушка уже больше даже бывает не помнит как по-самски, нежели русский приняли Наверное, в обществе так принято совершать ошибки, а потом делать работу над ошибками И то, что родной язык выбивается, это, конечно, я считаю, ошибка А работа над ошибками какая-то ведётся, что-то возобновляется Появляются ли какие-то школы, где есть и урок самского языка, урок родной речи Вы знаете, есть институт, Российский государственный педагогический университет имени Керцина То есть там есть ещё преподавание самского языка Но всё равно этого недостаточно То есть когда студенты уже приезжают в этот институт, всё-таки должны быть какие-то знания А в родных посёлках, к сожалению, сейчас нет ни кружков, ни каких-то дополнительных уроков Насколько я знаю, ещё в том году было два часа в школьной программе по изучению самского языка Но, сами понимаете, это очень и очень мало Крупица в море? Да, всё верно А вот это Ваше мероприятие, Вы оцениваете как тоже крупицу в море? Или всё-таки такой большой вклад в развитие культуры, поддержание традиций? Вообще-то, конечно, мероприятие было организовано, скажем так, спонтанно Ваш идея? Да, моя идея, то есть всё-таки я новый специалист в этом центре И хотела всё-таки как-то приобщить молодое поколение к нашей культуре Чтобы они окунулись и чтобы молодёжь Мурманска знала, что на территории Мурманской области есть такой коренной народ, как Саами Даже мои многие друзья с удовольствием слушают и узнают от меня, что есть такие То есть Вы несёте в массу, Вы со всеми говорите, недавно работаете? Да, я работаю буквально год в центре, то есть после окончания университета Меня пригласили на работу сюда, я с удовольствием вернулась в родные края Какие ещё мероприятия проводите? Я знаю, что в эти же выходные будет другое мероприятие Не только для молодых людей и уже для более зрелых 9 августа у нас вообще принято каждый год отмечать в разных населённых пунктах Мурманской области И вот в эти выходные уже прошло мероприятие в Никеле Вот опоздали, только хотела пригласить наших телезрителей Да, то есть было посвящено Международному и Некуринному народу мира А в рамках этого мероприятия мы решили провести и молодёжное мероприятие Саами Пати Знаете, я вам что хочу сказать, что телеканал Артик ТВ тоже принимает участие в развитии, может быть, поддержании вашей культуры И у нас вышел фильм «Заповедный народ» благодаря нашим операторам и корреспондентам И я сейчас хочу, чтобы наши телезрители увидели снова фрагмент этого фильма Внимание на экран Неотъемлемая часть саамской культуры – оленеводство Олень для саамов – это и одежда, и питание Испокон веков жизненный уклад коренного малочисленного народа Севера был тесно связан с природой Саами практиковали вольный выпас оленей и шли вслед за стадом Успешный пример частного оленеводства, который соседствует с туризмом, демонстрирует саамская община Самсит В прошлом году 7 тысяч туристов из Японии, Германии, Франции, Чехии Приехали в Мурманскую область ради экскурсии в этнодеревню, чтобы увидеть быт коренного народа Дикая природа на расстоянии вытянутой руки привлекает туристов Однако о проблемах оленеводства они вряд ли знают Поголовье сокращается, а работать в тундре практически некому Возродить интерес к профессии оленевода пытаются в Северном национальном колледже Обучение по этой специальности длится три года Группа студентов пока небольшая На практике в тундре молодежь учат ставить куваксу, традиционное саамское жилище Работать в корале, вести просчет олей В учебной базе под открытым небом, что в 20 минутах по воде от села Лавозера Студенты работают с природным материалом Заготавливают на зиму дрова, обрабатывают детали для грузовых и ездовых саней Через год эти студенты станут выпускниками Но останутся ли они в профессии, уйдут в тундру или уедут в город Вопрос открытый Работа вдали от дома и низкая заработная плата оленеводов отпугивает молодежь А значит оленеводство, как традиционный вид деятельности саамов, может вовсе исчезнуть Мы посмотрели фрагмент фильма «Заповедный народ» он называется И показали, как живут в традиционных условиях саамы Арина, вот скажите, все-таки вот сегодня саамы живут больше в городе, да? Ну, в том числе в городе или в селе, но уже нетрадиционно И ваше имя тоже не коренное саамское? Нет, но дело в том, что саамские имена, они давались, как бы, это происхождение от русских Я хотела, да, что встаётся Происхождение от русских, а потом, ну, немножко меняется То есть Андрей, например, да, Эндрю по-самски, Олег, Айло Также есть такие саамские имена, как Ярсе Борис, Борис А Максим? Максим, не помню, честно А женские имена тоже виды изменяются или так и остаётся? Марьям, или Марьям, Марьям, Арина, я уже сказала Ну, то есть не совсем, то есть понятно всё равно, в принципе, логическую цепочку В том плане, как совсем чуть-чуть изменяется Ну, маленький элемент добавляется свой, то есть в окончаниях И напоследок, в завершении нашей программы, вы принесли ещё с собой книги Может, пару слов о них расскажете? Да, то есть у нас издаются книги на самскую тематику Также есть Пеппи Длинный Челок, переведённый на самский язык Да вы что, Пеппи Длинный Челок, это была вообще моя любимая книга и фильм в детстве Да, то есть также вот издаются многие другие детские книги Также в нашем центре представлены методические материалы То есть какие-то игры настольные для детей То есть где дети могут изучать, например, национальный костюм по этим играм То есть там есть картинки определенные И, например, с названием того или иного предмета самского быта А многие ли люди приходят и интересуются, действительно живут активно вместе с центром? Да, в последнее время очень много приглашений поступает с различных учреждений, с различных библиотек Также нас приглашают на мероприятия российского уровня Также часто бывают поездки за границей, то есть на Беге, где проживают также саамы, где их всё-таки побольше А вы как на них смотрите? Вы у них чему-то учитесь или, наоборот, можете им что-нибудь своё принести? Я думаю, что мы принимаем друг от дружки, что-то берём от них, они что-то берут от нас А у них традиции, может быть, больше поддерживают или меньше поддерживают? Ну, я думаю, что у них всё-таки больше поддерживают Дело в том, что в России-то всё-таки у нас многокрессиональная страна И на всю Россию около двух тысяч саамов А в Норвегии, например, там половина населения всё-таки Две тысячи — это на всю Россию? На всю Россию Я-то сначала подумала, что полторы тысячи — это Мурманск Это Мурманск А вот остаточек — это... Остаточек — это вот все остальные Да, все остальные Очень мало Вообще, на большой-большой России Такой маленький-маленький остаточек То есть мы вас должны ещё больше беречь Да И, конечно, рассказывать вас Спасибо, что приняли участие в нашей программе И ещё раз с праздником Спасибо Всего доброго Это была программа «Открытая студия» Сегодня выпуск был необычный Потому что мы наших гостей приглашали Наши гостей сегодня приглашали не к нам В студию на телеканал «Артик ТВ» А сами пришли и приняли участие в празднике Сами, в пати До свидания